Здание первого московского кадетского корпуса было построено в 20-х годах прошлого века. Здесь давно требовался капитальный ремонт, ободранные стены, отваливающаяся штукатурка, текущая сантехника. К тому же не хватало места. Вместо трех человек в комнатах жили по восемь маленьких кадетов. Нужны были новые корпуса. Вопрос о начале строительства новых корпусов был поставлен еще в 1998 году. За это время успело выйти целых три постановления правительства Москвы о срочном строительстве. Корпуса частично застеклили. Где-то были начаты и тут же заброшены отделочные работы. И это больше, чем за 10 лет стройки. Как в таких ужасных условиях будут учиться дети, явно никого не волновало. Родители и преподаватели забили тревогу, засыпали письмами приемные депутата в правительственные учреждения. Близко к сердцу беду первого кадетского приняла только член общественной палаты Тина Канделаки. Пытаясь помочь кадетам, она лично дозванивалась до мэра Москвы, но тот на связь не выходил. Ситуация изменилась лишь после того, как Тина Канделаки обратилась к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Я абсолютно случайно месяц назад оказалась на улице Вутетича в первом московском кадетском корпусе. И вот 13 лет назад было принято решение построить новое хорошее здание. На данном этапе в соответствии с документами уже потрачено 814 миллионов 597 тысяч рублей. Но, как вы понимаете, здание недостроено. Когда я все это увидела, спросила у директора Владимира Владимировича Кирсанова, я говорю, чем могу помочь, что делать? Он говорит, надо стучать во все колокола. Я говорю, первый московский кадетский, улица Вутетича, помогите, дайте поручение Сергею Семеновичу достроить это здание. На тот момент строительные фирмы Гамби и Стройинвест полностью отказались от продолжения работ. Мыл выделенных огромных денег не хватает. При этом директор одной из них, Павел Михальков, вообще находился в федеральном розыске. Разберемся обязательно, потому что если 800 миллионов выкинули, за это кто-то должен ответить. А раз там здание стоит, наверное, надо достраивать. Сразу после этого разговора к кадетам приехал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. Он лично заверил Тину Канделаке, что объект достроят к 2012 году. Обещание московское правительство сдержало. Я сама не верила, что все получится так быстро. Но это, наверное, был тот редкий случай, когда на самом деле от нашего первого разговора, от того, как я сюда пришла, от того, как попросила и от того, когда это все обратил внимание Сергея Семеновича Собянина, прошло буквально 2-3 месяца. Я хочу вам, дорогие ребята, всем пожелать, чтобы в вашей жизни ваши мечты сбывались так же быстро. А в этом году у многих сбылась мечта о поступлении. Из-за отсутствия новых площадей у первого кадетского много лет не было возможности увеличить набор, хотя желающих было огромное количество. Сейчас ситуация изменилась. Построено 9 новых зданий. Тесниться не придется. Из-за халатности чиновников и строителей уникальное учреждение чуть не погибло, а ведь это первый в стране государственный кадетский корпус. К счастью, теперь кадеты спасены. Для воспитания будущих защитников страны созданы все условия. Честно говоря, могу вам сказать, что я впервые вижу такое здание. Честно, я была у вас в старом здании, я видела, где вы жили и как вы учились. И то, что я вижу сейчас, это просто потрясающе. Первый звонок 2012 год в новом комплексе. Вперед! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ПРОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...